Всем привет! Это 24-й урок курса по платформе Roborace. Сегодня мы поговорим о том, как выполнить разворот на перекрестке и реализуем его. Разворот можно производить как на самом перекрестке, так и просто на линии. При этом стоит отметить, что разворот всегда производится через левую сторону, как и на реальных дорогах города. Не забывайте об этом. Разворот можно условно разделить на 4 фазы. Первое – распознавание перекрестков. Второе – начало разворота длится до тех пор, пока хотя бы один датчик фиксирует линию. Третье – продолжение разворота длится до тех пор, пока ни один датчик не фиксирует линию. Четвертое – завершение разворота. Хотя бы один датчик зафиксировал линию, в этот момент можно переходить на обычное P-регулирование. Таким образом машинка самостоятельно выровняется на линии и продолжит движение. Давайте рассмотрим код, реализующий непосредственно разворот. Поскольку условие для разворота может быть любым, перекресток, дорожный знак и прочее, мы присваиваем флагу flag turn значение true, при котором выполнится блок кода с разворотом. Первая фаза. При фиксации перекрестка начинаем разворот, установив мотором среднюю скорость и разные направления. Вторая фаза. С помощью цикла while ждем, пока машинка покинет линию. Этот цикл будет выполняться бесконечно, пока истинно вот это условие, то есть хотя бы одна линия фиксирует датчик. В уроке о движении по линии мы уже использовали функцию getLineSum. Она возвращает число датчиков, под которыми есть линия. Третья фаза. Теперь мы ждем, пока машинка вновь едет на линию. Принцип здесь такой же, как и в прошлой фазе. Четвертая фаза. После того, как линия зафиксирована, можно выключить моторы и вернуться в основной код, где реализовано управление с помощью P-регулятора. Также мы изменили переменную well turn для того, чтобы машинка на перекрестке не поворачивала. Напомню, что мы работаем со скетчем из предыдущего урока. Загружаем код и проверяем, что машинка поворачивает на перекрестке. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!